привет сегодня мы продолжим с вами говорить на тему денег и сегодня я хочу начать с вопроса а почему вы собственно не зарабатываете столько сколько вы хотите почему я не знаю задавали ли вы себе этот мощный вопрос почему я столько не зарабатываю но я уверен что ответы у вас сто процентов есть потому что когда я задаю такой вопрос любому своему клиенту или даже просто знакомому я всегда получаю ну приблизительно такие ответы ну потому что в такой отрасли которая занимаюсь больше не платят потому что большая конкуренция говорит предприниматель потому что это рыночная цена потому что невозможно вырасти например в этой нише потому что сейчас война коронавирус потому что у нас всегда есть ответ на вопрос почему я не зарабатываю больше и что самое интересное никто не задает себе вопрос а почему кто-то зарабатывает больше почему у кого-то другого это получается а у меня нет вы знаете я буквально пару дней назад ехала и вдруг подумала о том что меня везде окружают богатые люди мое окружение это сплошные богатые люди и ваши кстати тоже как спросите вы где это окружение вы посмотрите вокруг посмотрите и позамечайте как много машин на дороге как много дорогих машин на дороге мерседесов porsche бмв бесчисленное количество посмотрите как много людей которые идут в супермаркете рядом с вами с просто с наполненными тележками те кто живут в киеве зайдите в гудвайн и вы увидите очереди людей чьи средние чеки на пассе начинаются от 10 тысяч гривен эти люди повсюду заедьте в центральный универмаг нашего города киева посмотрите вообще вокруг сколько строится домов сколько строится домов где квартиры раскупаются и что вы хотите сказать что их всех покупает какая-то маленькая тучка людей нет почему эти люди зарабатывают а вы сидите и пытаетесь распределить свои деньги на вашу маломальскую жизнь задумайтесь как интересно не правда ли почему это так вы знаете мудрые люди успешные люди всегда говорят что вопрос точнее что ценность главное не в том чтобы давать на все ответы отвечать у меня не получается потому что эти плохие эти хорошие а ценность ключевая заключается в том чтобы задать себе тот самый правильный вопрос который все перевернет и вот если бы спросила если вокруг так много людей богатых которые ездят на этих машинах постоянно людей которые живут в этих квартирах и я кстати одна из них потому что то я тоже езжу на дорогой машине я тоже живу в дорогой квартире и ведут дорогой образ жизни значит зарабатывают больше все-таки кто-то зарабатывает правда а кто-то нет я не например если говорить про меня несмотря на все ситуации которые происходят а я зашла в бизнес 2008 году когда начался первый экономический кризис кто-то не помнит такого но первый на моем футику я имею ввиду дальше каждый год что-то происходило и по сути я не видела никаких хороших времен не наступало такое время когда вы мне говорили оля вот рынок расцвел деньги лежат на дорожках такого не было но я всегда видела людей которые не могли заработать больше а также видела и знала себя которая постоянно ставила себе цель делать так чтобы денег моей жизни становилось больше в чем же эта особенность почему вы не можете это сделать почему это с вами происходит секрет достаточно просто у большинства из нас очень плохие отношения с деньгами сама мысль про деньги начинает наскоребить любой счет любой какая-то по поломка затраты воспринимается как настоящая трагедия и все что связано с деньгами само по себе вызывает какой-то мандраж и ужас мне даже кажется что люди алкоголем увлекаются большинство только для того чтобы забыть о своих финансовых проблемах и счета и эти программы на самом деле установлены опять таки с детства да ребята как ни крути мы с вами принесли эту торбочку это знаете похоже приехали из села и привезли с собой мешок картошки там оказалось очень много мышей и мы не можем понять откуда в нашем панельном доме взялись мыши а на самом деле виной всему картошка так и здесь и для того чтобы показать вам как это работает я предлагаю пример который я обожаю вот вы все хотите денег если я вас прошу хочешь ли ты быть богатым хочешь ли ты зарабатывать больше вы сто процентов мне скажете оль ну конечно да все хотят быть богатыми ну мне жаль людей которые настолько напуганы вообще деньгами и представляют их как монстра им так важно быть такими честными и бедными одна из величайших программ что они даже на этом пути говорит нет мне деньги не нужны я лучше буду хорошим странные люди бедные люди своими мозгами неудачники хочу я вам сказать при этом совсем этим нимбом того что я такой святой а деньги это не грех деньги это всего лишь показатель вашей полезности вашей реализации в этом мире но вопрос не в этом если я спрошу нормального человека хочет ли он денег он скажет если я спрошу вас захотели бы вы зарабатывать больше вы скажете да если бы я спросила а хотели бы вы чтоб деньги падали вам на голову я хоть я бы сказала да я хочу чтобы деньги падали мне на голову я хочу но чтобы не убили конечно ну в принципе чемодан передо мной да я с удовольствием принял а теперь давайте простая ситуация вы идете по улице и видите кошелек кошелек перед вами что вы будете делать вот честно пройдите мимо подумайте что это какой-то розыгрыш побоитесь что сейчас вас кто-то будет на что-то разводить не обратите на это внимание или подойдете и возьмете кошелек предположим вы все-таки выбрали его взять это уже успех потому что большинство людей просто пройдет мимо не мой кошелек ничего вы открываете кошелек видите что там лежит 10000 долларов что вы будете делать удивительным образом большинство людей которым я задаю этот вопрос не знаю за правду или нет говорит я отдам этот кошелек я напишу объявление я не знаю буду в интернете писать что нашел кошелек человек начинает становиться на место другого человека который эти деньги потерял он начинает страдать и говорить он же так переживает я ему сейчас верну но перед этим вы просили вселенную денег возможно вы даже просили конкретную сумму вы просили дай мне пожалуйста деньги они мне нужны и вот вселенная дает вам деньги и вы говорите это не мои деньги они заработаны нечестно я не знаю чьи это деньги но я чужое брать не буду мне легкие деньги не нужны и это собственно является ответом на все вопросы я разговаривала на эту тему с огромным количеством людей которые занимаются темой энергии денег и все солидарны со мной в этом вопросе если вы просите деньги деньги прибывают вам разными способами и это тоже способ доставки вам денег если они откуда-то уходят это тоже жизненный урок и вы должны это понимать я не говорю про ситуацию когда вы видели у кого этот кошелек упал например когда вы были свидетелем того что этот человек только что что-то выронил или сидел за этим столиком и теперь встал и вы видите этот кошелек я говорю о том когда перед вами лежит сумма денег и вы не хотите ее брать считая себя честно кстати он денег я уже говорила про этом неоднократно деньги это энергия и эта история не про номинальность купюр а про ее энергию так вот когда вы видите на улице любые копеечки а вы просили денег всегда с благодарностью их поднимаете потому что это говорит о том что энергия денег начинает вам идти и когда вы пренебрегаете не буду брать мелочи это вообще или у меня упала копейка да это копейка помните о том что у денег нету номинал это просто энергия которую вы либо берете пользуетесь притягиваете и благодарите либо же наоборот так вот друзья история про то что я буду бедный и честный плотно закреплена в нашу голову нашими бабушками прадедушками и кем угодно люди уже много лет всяческим образом пытались отмыться стать чище и почему-то с грязью всегда связывали именно деньги именно богатых людей всегда недолюбливали людей у власти считали всегда людей людьми которые обязательно обманули украли и собственно образ робин гуда бедного честного который по копеечке раздает другим он так сказать прижился в наших головах так стоит ли удивляться что вы не можете заработать больше стоит ли удивляться что у вас не получается это никак сделать потому что в вашей голове плотно сидят такие программы как бедный зато честный я буду лучше хорошим но бедным мне чужого не надо легкие деньги мне не нужны я буду зарабатывать деньги тяжелым трудом вы всегда получаете то что выбираете я надеюсь что сегодня вы немножко инсайт нули и понимаете что с этим неплохо было бы поработать как я вам уже говорила совсем скоро я презентую вам прекрасную шикарную программу которую я обожаю с которой я каждый раз сама приумножаю свою прибыль минимум в два раза последний раз это был в 3 и я всегда ее жду потому что мозг начинает работать совсем иначе это невероятный тренинг с проработкой глубинных программ которые сидят и на подсознательном уровне это мега важно поэтому дождитесь совсем скоро я дам вам про это информацию даже если вы скажете мне это не интересно обязательно дождитесь следующего видео потому что я дам вам еще очень классную пищу для вашего ума и даже просматривая эти мои видео ничего не делая не ходя ни на какой курс вы увидите что денег будет становиться больше вот такой вот magic